привет дорогие друзья вы на канале колдунбок с вами катера в танке и сегодня мы с вами возвращаемся к тематике Call of Duty Modern Warfare 3 частности и вообще в целом поговорим Call of Duty вот я попробую здесь провести некий такой анализ что было что есть на данный момент как вы знаете серия Call of Duty начинала свой путь именно с тематики Второй мировой войны вот и это длилось достаточно долго то есть мы с вами получили возможность поиграть в несколько частей которые были посвящены именно Второй мировой войне это первая часть Call of Duty вторая часть Call of Duty дополнение посвященное высадке в Нормандии также выходила третья часть Call of Duty но ее зажали для пекарни и дали только консочками и в общем-то я помню это время было очень-очень жалко жутко завидовал владельцам плойки вот которые имели возможность поиграть в третью Call of Duty в которой кстати насколько я помню ввели тогда впервые ближний бой вот которого до этого не было то есть появились комбинации появилась борьба кстати которые вот-вот не так давно ввели battlefield 4 когда можно противоборствовать атаки они тупо сливаться от первого же удара в ближнем бою вот вот это все дело появилось уже в третьей Call of Duty которая была на PlayStation в основном и еще там на ряде консолик вышла вот там была возможность не только атаковать но и бороться то есть в принципе мог вас немецкий солдатом ударить прикладом винтовки вы блокировали и путем там интенсивного нажатия кнопок в общем кто играл в такие игры там как Wrestlemania да всякие экшены там в общем-то в основном за счет скоростного нажатия клавиш и определялась кто пересилит противника в таком противоуборстве в общем-то это нововведение появилось там а уже потом было взято некоторыми другими играми на вооружении как я уже сказал battlefield 4 да частности вот и конечно же много инноваций было введено достаточно неплохая там была разрушаемость да конечно она была достаточно заскриптованная но тем не менее выглядела вполне себе приемлемо можно сказать что Call of Duty 3 была такой достаточно хорошей игрой вот достаточно уникальной и можно сказать что по большому счету она как бы была венцом игр посвященных тематике второй мировой войны после чего infinity отказалась от этой темы и перешла на войны современные да конечно же там в промежутке появился World of War который в принципе в целом выглядел графически хуже чем даже тоже Call of Duty Modern Warfare 1 но свое очарование конечно имел тематика второй мировой войны снова была затронута насколько я помню именно с World of War началось восхождение студии Treyarch если мне память не изменяет в общем то говоря и это был их первый продукт что в общем для первого продукта достаточно неплохо как я уже сказал выглядел он немножко графически сыроватым на фоне тоже Modern Warfare которая на момент своего выхода вообще выглядела великолепно лучше ее был только Crysis 1 выглядел графически лучше вот а уже позже конечно же мы получили еще лучшую картинку в Call of Duty Modern Warfare 2 и в принципе вот эта вот картинка с Call of Duty Modern Warfare 2 она продолжала улучшаться очень очень много серий еще вперед вплоть до появления Advanced Warfare в общем это все использовалось на одном и том же движке вот что Call of Duty Modern Warfare 2 ну можно сказать что Call of Duty Modern Warfare 2 это улучшенный движок Call of Duty Modern Warfare 1 Modern Warfare 3 это принцип практически один в один движок Modern Warfare 2 только еще более детализированный да то есть больше полигональность больше текстурок больше спецэффектов лучшие освещения лучшие тени и прочее 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 но в целом это тоже графический движок который конечно же имел свои ограничения ну он неплохой весьма он весьма неплохой у него шикарнейшая оптимизация то есть кто помнит неизвечное противостояние Battlefield да долгое время до появления поистине мощных видеокарт Call of Duty держала большую часть своих поклонников именно за счет того что ее движок был просто великолепно оптимизирован и его тянули даже на средних настройках причем игра выглядела при этом достаточно симпатично очень-очень многие компьютеры которые ну сложно было назвать мощными в отличие от Battlefield Battlefield потреблял намного больше ресурсов и поэтому долгое время оставался скорее таким удилом продвинутых юзеров да и энтузиастов до момента появления по-настоящему мощных видеокарт с большим объемом оперативной памяти которые позволили максимально эффективно реализовать весь потенциал игры ну так вот вернемся к нашему Call of Duty и можно сказать что основу популярности игра получила именно конечно же с первых частей да ну вот такой массовый эффект эффект закрепления успеха был в части Modern Warfare 1 успехом послужило скажем так детальный подход к построению компании это номер один и плюс отточенный до мелочей мультиплеер это было можно сказать практически новаторское новаторский подход настолько тщательно подойти к мультиплееру настолько детализированно его отработать настолько кинематографично сделать кампанию что вот этим могли похвастать только единицы вспоминая другие шутеры тех времен ну ни одной игры не было настолько слаженного сюжета который именно бы напоминал фильм то есть вы проходили Modern Warfare и если вас никто не отрывал в этот момент да у вас у него есть возможность сесть так основательно то складывается впечатление что вы смотрите фильм в котором одновременно участвуете даже в шикарном кризисе при прохождении его кампании много было простоев но собственно говоря там и совсем другой подход там есть свободное пространство там была возможность для маневра вы может скажете что глупо сравнивать две игры одна абсолютно коридорная и все по скриптам другая имела как никак определенные свободы действия да я имею ввиду сейчас кризис то есть там можно было пойти одним путем можно было вторым можно было третьим да можно было обойти с этой стороны можно было взять автомат пойти в штурм можно было взять снайперскую винтовку и убивать их издалека можно было в стелс режиме в ближнем бою перебить всю пехоту противника вариантов было масса и естественно другой конечно же подход создания игры но и в то же самое время вот эта вот свобода она снижала несколько градусов тех событий которые вы переживали в игре давал вам возможность передохнуть и поэтому такого ощущения такого бесконечного бега и бесконечного боя который присутствовал в колоде димона ровар фар вы конечно не получали и вот получается такая извините за это автологию забавная ситуация что с одной стороны недостаток игры ее коридорность заскриптованность то есть вы бежите все время в одну сторону происходит определенные события которые должны произойти но в то же время вот это вот предсказуемость заранее которая прописана для игрока наперед она и создавала вот этот эффект фильма да как все по сценарию и если вы не прерывались во время геймплея то у вас действительно появлялось ощущение что вы как будто бы поучаствовали не просто посмотрели хороший фильм вы еще и поучаствовали и сыграли свою роль в его скажем так развертывание и финале конечно же вот поэтому за это игроки очень сильно любили Call of Duty всегда и со временем Call of Duty эту марку не теряла Modern Warfare 2 даже переплюнула Modern Warfare 1 по компании если в компании Modern Warfare 1 была хорошая интересная эта Modern Warfare 2 компания была просто великолепная она всецело поглощала игрока давала ощущение причастности к чему-то грандиозному и со временем вы настолько проникались сюжетом что получали огромное удовольствие от игры и ее проходить хотелось снова и снова вот до не знаю многократно пока уже вас начало рябить в глазах от этих всех взрывов вспышек выстрелов речи солдат переклички и вот этих всех всей этой бесконечной беготни борьбы и так далее в общем на славу Infinity поработали и Modern Warfare 2 на то время побила все рекорды продаж можно сказать что это была золотая эра игры такого просто великолепного успеха она в принципе не добивалась больше никогда то есть нельзя сказать что последующей части были плохие там и так далее и тому подобное просто если сейчас я проведу вам аналогии вы поймете в чем суть то есть просто все было идеально идеально была компания идеален был мультиплеер на тот период движок игры еще не устарел выглядело все достаточно интересно достаточно современно и помимо всего прочего был отличный мультиплеер была отличная компания и все как говорится было идеально все это выразилось потом в положительных оценках игровых журналов и изданий и конечно же в виде хороших очень хороших продаж игры вот которые скупали просто сотнями и тысячами вот и на тот момент конечно все было идеально просто идеально игра не знала себе равных но конечно время не стояло на месте продукты конкурентов совершенствовались и уже Call of Duty начала понемножечку понемножечку но устаревать вот начались претензии в первую очередь к тому что использовался старый движок большая часть претензий легла именно на Modern Warfare 3 ей досталось больше всего и конечно же возникла проблема того что повторяемость сценариев началась слишком слишком много вещей начали повторяться и людям это начало надоедать то есть если вспомнить или даже не вспомнить а посмотреть на сюжет с точки зрения вот такой его свежести уникальности то вот такое вот ощущение вы получали в первую очередь ну например в дополнение про Орден и в Call of Duty в первых частях там действительно было по-настоящему интересно и конечно же наибольшая свежесть и уникальность сюжета была даже несмотря на его там вот эти как обычно американские страхи по поводу плохих русских да вот которые немножко для нашего зрителя портили общее впечатление от игры потому что выглядели глупо надуманно ну даже несмотря на это выглядело все очень интересно свежо и оригинально да Modern Warfare 2 уже как бы использовала скажем проложенную колею да и в общем несколько повторялось но благодаря тому что сюжет сильно расширили дополнили вели целый ряд новых персонажей и создали ощущение от прохождения некого блокбастера да как обычно всемирный заговор плохие парни хорошие парни необходимо уничтожить этим необходимо выжить и конечно предотвратить самую-самую страшную катастрофу и вот это все в принципе даже учитывая то что оно в какой-то мере повторялось кто помнит в первой части тоже у нас был момент с предотвращением ядерного удара да даже несмотря на то что повторение определенно имелось все равно получилось очень-очень хорошо вот но в Modern Warfare 3 как говорится третий раз уже это не прокатило не смогли к сожалению или сэкономили на сценаристах или посчитали что этого достаточно ну не смогли достаточно эффективно разнообразить эту тему то есть конечно же майор прайс это харизматичный персонаж да это все очень интересно браво и марпехи все такое но людям им хотелось уже чего-то повеселее более расширенный сценарий может новых персонажей может какие-то события поинтереснее может быть надо было как мне кажется немножечко отойти от концепции что хорошим бывает только американский спецназ да например там взять за основу взаимодействие с другими например спецназами да и вот эту тему раскручивать понятно что сами производители да и игры они все просчитывают то есть они считают сценарий продаж заранее то есть они понимают что вот мы в основные продажи имеем на американском рынке поэтому должна быть тематика близко американцев в первую очередь а потом уже все остальное охватывается да вот поэтому стараться вот этот вот масштаб аудитории которая захватывается сценарий который это будет интересно да и неравнодушно расширить максимально но в первую очередь дать вот нужное тем кто будут основными покупателями вот поэтому наверное не побояли взять за тему можно например было там взять тематику там не знаю работы там русского спецназа да и сделать как бы наоборот не скажем так дать немножко инициативу в другие руки да то есть если в прошлых частях было что американский спецназ там периодически обращаться за помощью к русскому спецназу да потому что такая-то такая-то ситуация то можно было сделать наоборот что как бы американский спецназ уже выступал там эпизодически а ключевую роль выполнял там русский спецназ например да и вот этого отталкиваться сценария но все тело опять же упирается в то что было ли бы это интересно американскому рынку большой большой вопрос а именно он приносит любимую долю доходов производителям подобных игр поэтому скорее всего от этого отказались и пошли проверенной колеей да конечно же собрали немало доходов успех особо повторить не удалось по крайней мере по части отзывов да и впечатлений игроков все было хуже чем в прошлых частях по продажам все было достаточно неплохо но тем не менее вот но все равно определенную конечно выгоду игра принесла безусловно но это еще ладно можно сказать что прокатила наработанная марка как всегда сработал достаточно интересный геймплей в компании вот и естественно не подвел отточенный до мелочей мультиплеер то есть которому не придраться да конечно же он был на старом движке понятно что простым добавлением новых стволов да новых фишек ну в любом случае можно сказать что modern warfare 3 очень хороша была в мультиплеере несмотря на то что старый движок и прочее но вот разнообразие использованных видов вооружения новые различные перки вызов различные киллстрики которые добавляли вам больше тактические возможности это все было достаточно интересно сделано плюс режим выживания который на мой взгляд был просто великолепно реализован в третьей части modern warfare это все конечно же делало ее достаточно интересным продуктом и сказать что она плохая я бы не сказал скорее всего что просто игроки уже ждали нового графического движка если б он был то даже со всем этим со всеми этими проблемами с достаточно уже за илузиным сценарием повторяющимся все равно было бы масса положительных отзывов это мы увидели как раз black ops 2 которая графически не намного лучше была modern warfare 3 в некоторых вещах даже было хуже но благодаря тому что они не поленились полностью сделать оригинальный сценарий который вообще не повторялся ни в чем то наряду с отработанным мультиплеером black ops 2 получилось настолько великолепной что многие считают до сих пор одной из лучших или вообще самой лучшей частью modern warfare а на этом у нас все если вам понравилось и вы хотите продолжение разговоров в тематике call of duty и подобных игр пишите в комментариях ставьте лайки и до новых встреч пока